всем привет сегодня 1 июня нет нет вы не ослышались не 1 октября 1 июня на улице уже градусов 10 а сейчас где-то 8 часов вечера и мы заканчиваем покраску нашего фасада да настал тот момент когда мы наконец-то добрались до финиша и я только что закончил последнюю стенку второй слой увидите ее за моей спиной едет ко мне помогает тоже я чик тут красит она тут у меня косяки все подкрашивает дверные оконные да у нее самая сложная работа вот это все обклеить обкрасить вот эти мелкие нюансы до подоконники так у нас ничего еще и не придумал тоже муж подоконники тоже красить пока пускай покрашены будут не поставил обратно водостоки временно просто воткнула даже ними там нет никакого стыка просто поставил так они у меня спилены да я заказал как заказал сделал запрос там на фирме где заказывал вот эти желоба должен мне прислать будет ценник а я так думал может просто покрасить черным цветом эти пластмассовые трубы так и оставить да наконец-то этот фасад законченный ничего так неплохо получилось надо будет посчитать сколько мы потратили на краску я купил сначала 220 литров краски ультрафасада там семечка 20 литра сначала купил но мне показалось очень быстро уходила краска на первый слой потому что все вот эти вот неровности именно блок под к прокрашивать так промазывай там густо так красил и да уходил у меня вот эти 20 литров на все четыре стены ушли еще чуть-чуть не хватило это да это примерно 100 квадратов примерно мне ушло это я заплатил тогда сейчас скажу 40 пример в районе 40 евро за банку 10 литровую это примерно 80 евро заплатил за две банки мне кажется уже вместе с тонировкой и потом я докупил еще три баночки 5 литровых вот каждая баночка стоила по 20 по 19 евро по моему там как-то так даже получилось что 5 литровый почему-то даже дешевле за литр получалось чем 10 литровый там какая-то странная у них была то ли акция непонятно то ли что но неважно ну в общем если даже грубо считать по 20 евро банк это 60 евро плюс там 80 до 68 все правильно 140 евро я потратил на краску что покрасить дома у нас 11 на 10 примерно ну 10 половина на 11 1175 имеет меняет память вот 140 евро плюс я потратил этот клей который я чем-то типа шпаклевал скажу раз-два ну приблизительно грубо говоря четыре мешка мне ушло на вот эту шпаклевку который уже после арма сетки арма сетку меня уже была готова уже давным давно то есть я просто принципе этим валиком вы видели на видео валиком наносил эту структуру и все она и грунтовки я купил где-то на папа папа потратил ну каких-то евро может 15 потому что я купил банку где-то в районе десятки у меня еще было немножко там остатки в общем десятка значит уже 150 и быть и баки я который покупал закат бак примерно 7 евро эти творения 7 евро тогда было за мешок это 428 ну 828 это значит 150 это 178 178 евро мы потратили на покраску вот этого вот фасада да сейчас мы решили в общем карниз потом будем зашивать чуть чуть попозже все-таки он нам больше хочется терраса потому что как-то когда хорошая погода хочется выйти на улицу на улицу туда далеко очень далеко идти у нас те наш местечко сделано тоже временное вот и мы решили как бы заняться террасы сейчас я буду все это дело сейчас начинать уже шевелить вперед начать какие или свои или вкрутить или или просверли дырки забетонировать что скорее всего буду делать да погодка конечно у нас ухудшается завтра 2 июня и обещают 14 градусов максимум днем как бы вроде бы без дождя но очень холодно ночью там районе 4 градусов нам как-то уже не привыкать к холодным ночам уже как-то уже два-три градуса ночью это уже кажется как будто нормально да и что-то я начал задумываться о том что может быть как-то пора и баньку стопить как-то да давно баньку не ходили уже наверное уже пару-тройку недель прошло когда мы были последний раз бане у юры есть там банька у тестя и тещи но тут по соседству но все кто знает то знает вот взять пивасика каких-то может быть шашлычков замутить каких-нибудь куриных веганских еще каких-нибудь мясных да эти спринклеры полет как говорится нормальный бомбят они когда нет ветра вообще классно у них где-то примерно 12 метров диаметр так прыскают тут вообще дай боже и да сейчас вам покажу я посадил тут пару дней назад этот траву и даже маленькие такие некоторые взошли сейчас покажу где мне тут было перегрыто в этом году так здесь особо ничего не видно здесь меньше болевал а вот здесь какие-то молоденькие подходили травка молоденькая подходила да я еще покажу местечко где да вот и такой пучок нормальный такой подходил травка вот эта молоденькая травка совсем да этот поливал поливал несколько дней подряд тогда и она как-то так вот сцепилась и поперл это трава да придется каждый год тут подсыпать пока тут это все разрастется потому что вот этот у нас выход из дома здесь и тут вот это все канализации как бы там бочка это закопано и там это дренажное поле все не переключайтесь на другие канала переключайтесь на мой канал на следующие видео рекомендованные или просто заходите на канал кто еще не подписался обязательно подписывайтесь все всем пока